Это уму непостижимо. Дочь пресс-секретаря Путина Пескова стажируется в организации, вводящей санкции против России в Евросоюзе скандал. Внезапно выяснилось, что в организации, которая за последние пять лет вела кучу санкций против России в Европарламенте, не путать с Пасе, стажируется дочь пресс-секретаря всея Руси Дмитрия Пескова Елизавета. Надо сказать, что возмутились больше всех депутаты от Прибалтики и западные журналисты, а ну как Лиза секретный агент и выведает все секреты законопроектов по сдерживанию агрессии России. Правда довольно быстро выяснилось, что Елизавету к секретам не подпускали, а все остальное и так можно было прочитать на их официальном сайте. В России новость о стажировке в не самом дружественном парламенте дочери человека, который напрямую связан с главой государства и часто выступает от его имени, вызвала немалый интерес. Особенно интересной она стала в связи с недавним президентским посланием Совету Федерации, где гарант Конституции сказал, что Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще ее не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать и осознавать. Но насколько будут суверенны в принятии их своих решений государственные чины, если у них за границей дети, счета, недвижимость или вообще семья? Или скажем по-другому, готовы ли наши министры, чиновники, сенаторы и депутаты отказаться от своего на Западе, если Родина прикажет? Было бы, наверное, полбеды, имея подобную проблему, только один Песков, но после пяти лет холодной войны, дети и имущества наших слуг народа, как были с той стороны, так и остались. Самый яркий пример, здесь выступавший недавно с патриотическими речами о необходимости защиты суверенного интернета и борьбы с оскорблениями чиновников, сенатор от Красноярского края Андрей Клишес, который в интервью изданию «Знак» рассказал не только о любви к дорогим часам и отказу от лицемерной скромности, но и о наличии имущества в Швейцарии. «У меня задекларировано многомиллионное состояние, у меня есть недвижимость в Швейцарии, в Москве это все есть в декларации. Но они, жители Красноярского края, меня выбрали при этом. Значит, их, по всей видимости, не смущает это. Почему я должен лицемерить перед этими людьми?» — заявил Клишес. Странно говорить об отсутствии лицемерия человеку, выступающему за патриотизм и с гордостью рассказывающему про имущество в Швейцарии. К сожалению, вопроса, готов ли он потерять свое имущество и состояние, случись новые санкции или нечто подобное с той стороны, не последовало. Впрочем, Клишес у нас далеко не единственный, кто имеет имущество с той стороны. Согласно сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера председателя правительства и членов правительства Российской Федерации за 2017 год, которые указаны на официальном сайте правительства, Ольга Голодец имеет жилого дома в Швейцарии, площадью в 220 кВ метров. Министр спорта Российской Федерации Колобков имеет небольшую квартиру в Испании в 60 кВ метров. Министр Российской Федерации по делам самого бедного, по данным Ростата, региона Северного Кавказа Кузнецов, тоже обосновался во Франции. Что касается детей и жен, то официально из правительства заграничной собственностью пользуется дочь министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Никифорова, на нее записана скромная квартирка в Испании в 120 кВ метров. Супруга министра труда и социальной защиты Российской Федерации Топилина имеет квартиру в Болгарии в 115 квадратных метров. Сведения о доходах и имуществе депутатов Государственной Думы за 2017 год гласят, что депутат от КПРФ и член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Блотский Владимир в Великобритании имеет маленький домик в 312 кв метров. Супруга депутата от Ядра Андрея Галушка имеет неслабый дом во Франции в 498 кв метров и участок в 7800 квадратов. Супруга справедливого раса Валерия Гартунга также имеет домик в 190 кв метров в Швейцарии и квартирку на Кипре. Правда, больше всего наших депутатов тянет к морю в страны НАТО и ЕС, которые ввели санкции против РФ, Испанию и Болгарию. Так, Единоразбрыксин Александр указал наличие в собственности квартиры в Испании в 75 кв метров. Супруга боксера и депутата Николая Валуева также указала домик в Испании в 95 кв метров. Имеется квартира в Испании в 90 кв метров и у первого заместителя председателя комитета Госдумы Константина Затулина. Сразу три квартиры в Испании по 151-150, 5 и 178 квадратов приобрел Единораз Аркадий Пономарев. Легендарная еди-работа Единораз Сергей Вострецов записал в декларацию квартирку в Болгарии в 70 кв метров. Единораз Юрий Лейников также любитель Болгарии, где у него две квартиры в 90 и 64 кв метра. Самая необычная собственность оказалась в имуществе депутата Рифата Шехудинова, который приобрел в Финляндии полхутора площадью в 6809 кв метров. Правда, его супруга на хутор ловить бабочек ехать не спешит, тем более что у нее в наличии имеется квартира в Италии в 175 кв метров. И это только правительство и Госдума, а есть еще сотрудники министерств, руководители Госкомпании банков, коллеги Клишаса, члены Совета Федерации, у которых тоже есть хатки в Испании, Италии или Болгарии. И сколько их таких, знает, наверное, только ФСБ. Равно как и то, сколько еще дочек и сыновей всех вышеперечисленных строит свою жизнь за рубежом, как Елизавета Пескова. При этом разговоры о том, что необходимо возвращать все домой в стенах, что Госдумы, что правительства идут вроде постоянно, да и президент об этом вспоминал, но дальше разговоров дело как-то не идет. В итоге, сколько бы Клишаса не принимали законов, здесь их, может быть, и будут выполнять, а вот с той стороны при случае дернут за нити, которых выходит целый пучок. А уж про лицемерие сенаторов и депутатов, которые имеют там хуторки и дома, а здесь решают, сколько сотен рублей отнять у одиноких матерей и пенсионеров, лучше и не говорить. Клишас прав, какое уж тут лицемерие это в русском языке совсем по-другому называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...